Крейсер Москва Завоевать вторую половину поля противника – это стратегическая игра. И она развивает и стратегические, и тактические вещи. Здесь борются с разными возможностями. Городу Курбану передаем привет из авдейской трубы. Дальше будем идти дальше. Киев – русский город. И нам с этих позиций надо было прежде всего подойти к учебникам. И прежде всего в школе. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это, конечно же, свежий выпуск и розбір російської пропаганди, их кренджатини и того, что они наговорили за парьевриком. Вы же не забывайте, что мы с вами – найактивнейшие участники информационной войны. И так-так, нам конче необходимо отстреливаться от россиян и от их пропаганды. Таким образом, не забывайте оставить нам лайк для поширения всей информации. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, чтобы узнать больше и чтобы узнать про все первым. Итак, мы взяли Авдеевку. Это была болевая точка. Как думаешь, что дальше? Дальше. Дальше. Дальше будем идти дальше. Киев – русский город. Надо возвращать. Киев – мать городов русских. У меня сын мой. Сейчас немножко с другого направления, чем я. На Запорожском направлении? Да, на Запорожском направлении. Слава Богу, жив-здоров. Чего и всем вам желаю. Домой вернуться. Победа будет за нами. Позывной? Тула. Мой позывной – Тула. Приятного аппетита. Тут одно... Спасибо. Слушай, в авгейской трубе празднуем победу. Сегодня, говорят, флаг на администрацию. Благодаря нашим усилиям непосредственным, что мы там надрывались, тонули в этой жиже хохлядской... Таскали боеприпас, продовольствие. Ой, болотнички, спасибо вам, болотнички. Все, я рад. Мы рады. Победай. На боевом посту сьогодні утащил много народу подраненого. В лужи в этой лазил в своих сапогах. Городу Кургану передаем привет из авгейской трубы. Наступное видео, особисто для меня, одно из самых крутых за последний час. Фавориты. Я бы их так, забрала в окремую колекцию в таку собі электронную кунсткамеру. Потому что иногда, здаясь, что все найкраще, все найкрутее, уже ними сказано. Дно пробито, але вони, здаясь, будують собі якийсь підземний бункер на багато-багато поверхів, пробиваючи шар за шаром. Одним словом, такого не очікували навіть ми. Російська пропаганда в ударі. Ми получаємо нову техніку. Техніка отлична. Она действительно нового поколення. Як я сказав командиру судною, сейчас еще раз скажу, руководству Министерства оборудования, конечно, можна принимать доставу в вооруженную кунстку. Клиника прекрасна. Мужчина у нас достаточно крепкий. Да дело не даже не мужчина. Женщину уговорим. Хотя, конечно, нужно думать и о здоровье женщин, и о здоровье мужчин. Это все понятно. И современные технологии применять все нужно делать. Но даже не знаю, как нужно сопровождать с определенными информационными программами весь этот процесс, кроме всего прочего. Вот количество третьих, четвертых рождений в Татарстане увеличивается. А общий рождение... Рождение мы сплатили. Материй Розович, что происходит? Что надо сделать? Ну вот, все-таки с абортами очень серьезная работа идет не просто пропаганда, а встречаются с мамочками, которые... И много таких людей, которые... Вы правильно говорите, это не одна акция, которая может изменить ситуацию. Это системный комплекс, системный... Комплекс мир. Что это такое? Это гораздо сложнее, чем шахматы, поскольку в шахматах шесть разновидностей фигур. То здесь 121 фигура с разными ролями. Абсолютно непредсказуемая. Задача завоевать вторую половину поля противника, это стратегическая игра. И она развивает и стратегические, и тактические вещи. Здесь борются с разными возможностями спортсмены. Но сейчас как раз мы видим схватку у нас спортсмены из Китая и спортсмены из Малайзии для команды соревнований. Чтобы был понятен интерес в мире к этой дисциплине, финал ДОТ-2 чемпионата мира смотрело больше человек, чем финал Олимпийских игр в Токио. Я сам когда узнал, честно говоря, был шок. Учебник это икона, это святое. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но я, как человек по своему образованию, педагог, я отношусь к учебнику как к иконе, даже в современной жизни, когда книжка не стала потребной, насущной для людей. Интернет и прочее. Одно другого, правда, не исключает, но для меня книга как была икона, и так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная книга. И нам с этих позиций надо было прежде всего подойти к учебникам. И прежде всего в школе. То же касается и вуза. Но с вузом проще. Студент должен сам уметь искать эти знания. Начиная от учебников и заканчивая интернетом, какими-то монографиями, научными работами и так далее. Но все равно учебник это основное, где учебник это книга, на основании которой студент ориентируется в материале. И если на великих своих пропагандистских каналах они еще намагаются как-то структурувать то, что они рассказывают, намагаются дотримоваться принайне видимых ознак журналістики, то их социальные мережи это, как правило, как раз векно в истину, в правду. Те, чего они никогда не показывают на их каналах, обязательно мы находим в их социальных мережах. Взагалі, росіяни, які все фильмують, снимают и ведут свои сторінки, это как агенти Киева, которые бесконечно нам показывают, что мы все делаем правильно, что война отображается и на жизни звичайного недорогого росіянина. Про будни, про те, что они переживают, что из них сталося, что взагалі они выкладывают и чем делятся у своих социальных мережах, подивимось далее. Ну, согласись красиво. Крейсер Москва, я видел видео, это можно тоже найти, крейсер Москва стоит в доках на ремонте. Ну, как же, ну, смейся, смейся, тебе бы логику включить, вот, это во-первых. Вот это кадр, я понял. А крабы по нём ползают или нет? Вы трусили хотя бы крабов или нет? Ничего, что я разговариваю. Не-не, ничего, я продолжаю. Я потрудился на пароход с моряком, с одним разговаривал, он говорит, да вон он встанет, говорит, в Новороссийске в доках, говорит, да, говорит, есть пробоины, но, говорит, его ремонтируют, он ещё встанет строить. А вы как оказались в этой ситуации? Задить телефон или, и всё. И у вас не осталось жилья, да? Да, квартиру отобрали в пяти комнатах. Я жил в Ульяновской области. Вот так, где у нас... Госкрубский, я бродержничаю с 95-го года. Я хочу и работать, и деньги зарабатывать. Что вам для этого нужно? Помощь в работе, чтобы приём был. В приём поедете? Поеду. Дорогая редакция, сегодня, 22 февраля 2024 года, поступило сообщение из средств массовой информации, что в Донецкую Народную Республику собирается прибыть с визитом некая мадемуазель или мадамка, это нам неизвестно, по фамилии Ивлеева, печально известная по событиям голой вечеринки. Сегодня здесь собралась общественность с целью высказать свою гражданскую позицию по поводу намечающегося визита. Так вот, госпожа Ивлеева, от имени всех собравшихся мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение Донецкой Народной Республики. Почему? Потому что у вас было 10 лет для того, чтобы совершить такой визит. Но, по известным всем причинам, вам необходимо обелить свою репутацию в связи с событиями и посетить именно сейчас. Так вот, ответственно вам заявляем, что Донецкая Народная Республика это не прачечная, где любой, оборочившись свою честь, маргинал, а по-другому не назвать людей, которые участвовали в голой вечеринке. Так вот, такие люди не могут пользоваться ситуацией, сложившейся на юго-востоке Украины и не по зову сердца, а по своим медийным соображениям посещать с какими-то жалкими подачками в зону боевых действий. Мы против голых вечеринок, мы против Ивлевой. Чемодан, вокзал, Израиль. Привет. Хотелось бы порекомендовать таким, как Ивлева и недавно посещавший Донецк Киркоров сюда не нужно приезжать с тем, чтобы здесь какие-то себе плюсы прибавить в репутацию, в рейтинге и все прочее. Это все очень пошло. Донбасс – это не место для того, чтобы какой-то хайп здесь собирать и так далее, какую-то популярность или, может быть, автографы собирать. В Донбассе рождается новое золото, человеческое золото России и новая Россия рождается. Здесь вся эта фольга, блестки и мишура, которые раньше называли золотом, звездами, которые были до начала СВО, это все уже ушло в далекое, безнадежное прошлое. Кроме того, Анастасия очень зарекомендовала себя нехорошо, снявшись в порочащем православии в фильме. Фаина Георгиевна Раневская в свое время говорила, что сняться в плохом фильме – значит плюнуть в вечность. Анастасия плюнула в вечность не раз и своими заявлениями, многими, и вообще своим образом жизни, поведения. Собственно, что такие блогеры могут дать миру? Просто показать свой пустой образ жизни. Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестер или санитарок. И, пожалуйста, любой госпиталь Донбасса – простой санитаркой или медсестрой. Бог в помощи. После поездки в ДНР Киркорова вернули в эфиры телеканалов. Артист появился в новом сезоне шоу «Маска» в качестве председателя жюри. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм. Это для тех, кто гордится величием и могуществом нашей Родины. Вот, посмотрите. Это город Орел. У нас вот такие вот строения в центре. Это практически самый центр города. Уже вот так вот 10 лет, наверное, а то и больше стоит все. Центр города. 60 километров от Москвы пансионат для инвалидов и пенсионеров. Тут жили люди. По-советски окна заклеены. Вот так вот. Ох! Скрепно, душевно. По-домашнему. Отопление печное. Дровами топят пансионат. Ох, так у нас живут пенсионеры. Ох! Ну, что сказать. По телевидению, то есть, часто смотрели. То есть, и молодых много идет туда, и уже в достаточно приличном возрасте. Ну, я думал, а чем я хуже? Пришел пойти. Мы с отчим, мы договорились с ним, что в одну роту уйдем, а там уже, где пригодимся. Благословение бойцов – неотъемлемая часть каждой отправки в зону СВО. Военнослужащих батюшка окропляет святой водой и дает приложиться к кресту. Провожают на фронт сегодня 14 бойцов. Среди них и Арсений. В семье он уже не первый, кто примеряет военную форму. В настоящее время у него в зоне боевых действий находится отчим. Поэтому, несмотря на возраст, молодому человеку 20 лет решил отправиться на помощь к своим. Провожают молодого бойца мама и девушка. Поначалу переживали все, а потом нормально. Хорошо. Стоит, улыбается. Вернуться живыми и здоровыми. Напутственные слова от ветеранов, представителей власти и военкомата. Они поблагодарили бойцов за этот выбор и пообещали всестороннюю поддержку. Сейчас в регионе уже действует комплекс мер для помощи военнослужащим. Мы следим за теми обращениями семей участников СВО с просьбами оказать какую-то социальную помощь. В виде выплаты, либо даже психологической какой-то нагрузки. Мы это все выполняем с удовольствием. Сейчас прорабатывается вопрос об включении семей участников специальной военной операции именно во все льготные категории. Чтобы все участники и их семьи могли воспользоваться льготами, которые существуют на территории Владимирской области и Российской Федерации. Теперь все добровольцы пройдут обучение в спецчастях на территории России. Только после военной переподготовки бойцов распределят по частям и они отправятся в зону специальной военной операции. Ладно, я, короче, взяла такие вот накидочки, но чисто тяжелый люк сидит, но он тоже сидит, мартышка. Сзади он тоже, понятно. Единственное, я не пойму, почему нету на среднем подголовнике накидки. Почему так не сделали? Ну, а так все сомненно, как порядочная курточка, и сидит на крючочке. Мадмазель, где ваш крючочек? Нету. Нету, понимаешь. И на финал незайвим буду вам нагадати, что для нас, друзья, украй важливо, звісно, теражувати всю правду. Иронию над россиянами и, звісно ж, те, в чому они, как и завжди, збрехали. Абрештю, они, как известно, каждый раз, когда делают вдох и выдох. Тож, не забывайте положить нам в подобайку, аби це відео побачило, якомога, більше людей. И, звісно, подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Чим більшою буде армія наших однодумців, тим гучніше луна земля, українська правда, українські наративи. Ну, и, звісно, тем важче, россиянам, будет продовжувати сипати своє іпсо проти нас, і їхню пропаганду. Не забывайте коментувати абсолютно все, що ви почули і побачили. Як і завжди, хоч побачите ваш розбір улюблених фрагментів. Бо ми працюємо ще й для того, аби трошки підіймати вам настрій. Це під час війни ніколи не буває зайвим. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі. Дякую за перегляд!